6 октября, день Иоанна. Слово на зачатие пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Многие матери зачинают детей, но мало кого прославляют. Известны только три матери, в очереди которых совершившиеся зачатия стали предметом удивления. Праведная Анна, святая Елисавета и предчистая Дева Мария. Анна зачала Богородицу, Елисавета предтечу, а Дева Мария Христа. Все зачатия были возвещены ангелам, совершились по благодати Божией и по просьбе самих родителей. Считалось, что сегодня надо обязательно утеплить и протопить избу, заготовить дрова на зиму. Тогда зиму будет проще выдержать. Сегодня выпекали на левушке, варили картофель, толкли его в пюре, сдабривали молоком и яйцами. Наливали эту смесь на приготовленную заранее ржаную лепешку. Края лепешки аккуратно заворачивали и выпекали на левушке в печи. У наших предков была такая предмета. Если человека постигла неудача, то его называли бедолагой и старались держаться от него подальше, чтобы самим не заразиться. Интересно, подмечено как. Говорили, что свои беды пересчитывать нельзя. Сколько насчитаешь, а это считается, что накличешь бед, столько их придет вновь. То есть то, что было, отбросьте и больше об этом не вспоминайте. Вперед и только вперед. Приметы. Если сегодня мало грибов и много орехов, к суровой зиме. Если сегодня слышны крики гусей, летящих очень высоко на юг, к скорой и лютой зиме. Если сегодня луна в кругу, это к засушливому лету. Из фарша лепила. Я на вкус попробовала, мне показалось мало сахара. Все-таки же десерт. И я добавила меда. Вот тоже такой эксперимент сейчас у меня будет научный. Но в любом случае, с медом или без, вот эту фигурку... Ой. Надо одеть? Я надену, да. Я приготовила специальную перчатку. Потому что это очень мощный такой. Конечно, да. Он красит серьезно. Все. И вот я его опускаю в свекольный сок. Вот. Она прям уже на клубничку похожа. Это как раз конфетки для детей можно делать. Да. Дальше. Вот. Кунжутик. Обмакиваем. Обмакиваем. Все. Поставили. Действительно похоже на клубничку. Вы понимаете, клубничка. Она потом застынет вот чуть-чуть. Здесь даже в холодильник не надо. Почему ставили тогда в холодильник? Потому что эти вафли, ну, их надо захолодить, чтобы они форму держали. А у нас проросшее зерно прекрасно держит форму. Так что я думаю, без холодильника. Вот, да, и все. Если она взлотнула. Наверное, будет вкусно. Это получается очень полезная сладость для питания детей, пожилых людей, так и для диетического питания. Здесь у нас все прекрасно сочетается. Во время прорастания крахмал, зерна превращается в солодовый сахар. И мы тут имеем дело уже с такими углеводами. Не с крахмалами, а с углеводами. Семена позволяют всему этому лучше перевариваться. Быть такими тепленькими наш организмом. И, что еще немаловажно, сок, он тоже, свекольный сок, будет действовать по-своему благоприятно. А именно, он будет улучшать наше кроветворение. Кстати, ежедневная пища хунза – это лепешки и супы из цельного хлебного зерна, овощей и фруктов. Цельное зерно, как раз мы с вами показали не просто цельное зерно, а прозоршее цельное зерно, которое еще более ценное, нежели там обычное. Геннадий Анатольевич, а вы скажите, сколько вот этот вот хей, который заболел почками, да, и который открыл нам хунзу, народ, да, он сколько весил? 41 год он весил 25 килограммов. Это говорит о том, что настолько его организм уже истощился в борьбе с болезнью, что он уже был на грани жизни и смерти. А когда он уже начал есть так же, как и люди народа хунза, он набрал вес 60 килограммов. Нормальный вес? Нормальный вес абсолютно. И важно, когда человек питается, вот, он говорит, естественной пищи, у него срабатывают такие механизмы в организме, что они препятствуют чрезмерному набору веса. Потому что мы в основном едим ту пищу, которая нам не свойственна, а потом мы удивляемся, а почему вот такие? Да. Поэтому Говард Хей, коренным образом перестроил свое питание, стал есть лишь то, что приемлемо для человека, он употреблял продукты только в естественном виде, в небольшом количестве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова